Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте, вот некоторые темы. Более 560 заявок подали жители Черкесской и Прикубанского района на бесплатную газификацию до границ участков. В Корчае-Черкесе впервые выполнена уникальная операция по удалению опухоли забрюшиного пространства. Курзина Чанкаева, учитель информатики первой школы Станицы Зеленчукской, стала призером Всероссийской профессиональной олимпиады. И пришкольные лагеря Черкеска начнут работу с 10 июня и примут около 2000 школьников. А теперь подробно. 26 мая текущего года в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 38-я сессия Народного собрания Корчаева-Черкесии. На рассмотрение будут вынесены такие законопроекты, как об установлении в регионе размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год, о выборах депутатов Народного собрания, о разграничении полномочий органов государственной власти республики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Карачаева-Черкесии, о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных и другие. Премьер-министр республики Мурат Аргунов провел заседание правительства Карачаева-Черкесии, на котором рассмотрены более двух десятков вопросов. Члены Кабинета министров приняли проект постановления, предусматривающий внесение изменений в закон о налоге на имущество организации. Он разработан с целью распространения льгот по налогу на имущество, в том числе на участников специальных инвестиционных контрактов. В частности, предусмотрена возможность понижения налоговых ставок на оригинальном уровне для участников специальных инвестиционных контрактов. Утвержденный порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Данную выплату в Карачаеве-Черкесии получат порядка 20 тысяч детей. Ее вправе получать семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает региональный прожиточный минимум. В Республике впервые выполнена уникальная операция по удалению опухоли за брюшиного пространства. Оперирование 64-летней пациентки со злокачественной опухолью, которая вовлекла в опухолевый процесс крупные подвздошные сосуды, выполнено на базе онкологического диспансера имени Бутова. Бригада онкологов совместно с хирургами сосудистого центра региона выполнила полное удаление опухоли с резекцией и восстановление магистральных сосудов, пораженных опухолю. Операция длилась три часа. Послеоперационный период протекает без осложнений. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду теплосети Республиканской столицы проведут капитальный ремонт 419 погонных метров теплотрассы. Так, по улице Красноармейской заменят 195 метров, по Леонова – 127 метров и по улице Грибоедова – 97 метров. Для обновления теплотрассы понадобится 838 метров трубы. Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, замене подлежат теплосети 80-х годов прошлого века, остро нуждающиеся в капитальном ремонте. При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить к 1 июля текущего года. Жители Черкеска и Прикубанского района подали 561 заявку на бесплатную газификацию до границ участков. Это почти 27% от общего числа заявок. Их общее количество – 2084, поступивших от жителей республики в Газбром газораспределение Черкеск с начала реализации программы догазификации. Напомним, Черкеск и Прикубанский район обслуживает одна ремонтная эксплуатационная служба Газбром газораспределения Черкеск. Прешкольные лагеря Черкеска начнут работу с 10 июня и примут этим летом более 1700 школьников республиканского центра. Всего в городе будут организованы 15 оздоровительных площадок дневного пребывания. Их будут посещать учащиеся первых-седьмых классов. За каждым отрядом из 25 детей будут закреплены воспитатель и его помощник из числа педагогов школ. Для школьников в период пребывания в лагерях запланированы различные увлекательные викторины, конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, а также познавательные экскурсии и походы. Отдых детей будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Межведомственная комиссия уже завершила предварительное обследование готовности пришкольных лагерей. На древнее озеро Туманлы-Кёль в Ганачхирском ущелье, возраст которого насчитывает несколько тысяч лет, сошли селевые потоки. Сейчас вместо кристально чистой воды здесь настоящее болото. О том, как будут устраняться последствия грязевого потока, рассказал начальник отдела экологического просвещения Тибердинского нацпарка Юрий Саркисян. Озеро потеряло привлекательный вид, но сотрудники Тибердинского национального парка примут все усилия для того, чтобы восстановить поверхность озера. Будет очищено озеро. Вот немножко сейчас снежок оттает, и будем чистить. Помочь нам в этом будут сотрудники МЧС КЧР. Надеемся, что привлекательный вид озера сохранит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И попробовать себя в самых разных направлениях искусства, рассказывает министр культуры региона Зураба Гирбов. Будет включать в себя четыре специальности. Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки. Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино. Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна, как, например, веб-дизайн или дизайн среды. И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки. Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят, как с современными инструментами уже создавать свои первые треки, записывать их и загружать онлайн, чтобы они уже приносили деньги, так как сегодня монетизируется большинство артистов на Земле. Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры, поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость. То есть мы учимся, как, по примеру, западных или восточных стран, где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно. И действительно, артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством. Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет. Кульзина Чанкаева, преподающая информатику в школе номер один в станице Зеленчукска, стала призером заключительного этапа второй Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики про IT, организатором которой является Академия Минпросвещения России. Заключительный этап проходил в Москве. Кульзина Пахатовна заняла шестое место, тем самым вошла в десятку лучших учителей в данной дисциплине. В России с 2020 года на 8,5% увеличили количество бесплатных мест в вузах. Более 64% выпускников российских школ в этом году могут претендовать на бюджет. В Крачаево-Черкесе большая часть бюджетных мест, порядка 500, должна быть выделена на специальности образования и педагогические науки. Более 170 мест получат направление информатика и вычислительная техника. 154 места планируется выделить клинической медицине, 115 – математики и механики, а также около 90 – сельскому, лесному и рыбному хозяйству. Президентская платформа «Россия. Страна возможностей» запустила второй сезон проекта «Топ-блог». В целях популяризации туризма, «Ростуризм» приглашает представителей некоммерческих организаций в сфере туризма, туроператоров, а также всех желающих старше 14 лет бесплатно получить знания и навыки в сфере социальных медиа. В ходе обучения участники узнают, как развивать свой проект в сфере туризма и продвигать социально полезный контент, а также получат опыт взаимодействия с социальными медиа, наставничество от успешных блогеров и совместные проекты с партнерами. Особенно интересной инициатива станет для представителей некоммерческих организаций сферы туризма. В Карачаево-Черкесии будут развивать проектное мышление школьников. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева стартовали занятия интерактивной школы для формирования проектного мышления «Скул-прожект». В рамках школы обучат более 100 школьников региона. «Скул-прожект» является победителем всероссийского конкурса молодежных проектов. Его реализация позволит вовлечь учащихся республики в разработку проектов, актуальных и социально значимых для жителей республики. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Столика и Карачаева-Черкесия», посвященный столетию региона. В конкурсе, который прошел по направлениям политика, экономика, история и культура, приняли участие учащиеся 8-11 классов, студенты СУЗов, а также авторские коллективы. Авторам пяти лучших проектов будет оказана консультативная помощь в подготовке к Всероссийскому конкурсу молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Работы 30 воспитанников детской художной школы «Черкеска» будут представлены на выставке «К столетию Карачаева-Черкесии». В этой школе уже открылась итоговая выставка учебно-творческих работ учащихся первых-пятых классов, на которой представлено около 170 работ. Это живопись, портреты и натюрморты, выполненные в различных техниках. Из них три десятка будут представлены на республиканской выставке, посвященной вековому юбилею региона, которая откроется 1 июня в 15 часов в картинной галерее. Выставка в стенах детской художной школы будет экспонироваться до конца мая и позволит всем желающим познакомиться с работами юных дарований. Ну и последняя информация. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Таулан Касаев одержал победу на всероссийских соревнованиях по дюдо среди мужчин в памяти чемпиона Европы Магомеда Прочиева, которые прошли в Назране Ингушетии. Таулан выступает в весовой категории 60 килограммов. За победу на этих соревнованиях наш спортсмен удостоен звания мастер спорта. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщениям синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии преимущественно облачная погода, кратковременный дождь. В отдельных районах сильные дожди и гроза, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду при порывах до 15-20 метров. Температура воздуха до 16 градусов тепла. В горах местами плюс 2,7 и выше 3000 метров сохраняется лавина опасность. В республиканской столице кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду при порывах до 20 метров. Столбик термометра поднимется до 15 градусов выше нуля. На этом новостной блок с Ритой Неровой завершен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова